Какой мальчишка не любит самолеты и вертолеты? Ну, у некоторых интерес к технике особый, и школьники своими руками создают модели, способные летать. Лучше из них можно было увидеть на соревнованиях, которые прошли в Кирове. С подробностями Валентина Палкина. В этих соревнованиях побеждает тот, чья модель будет дольше планировать. И здесь важно не только правильно изготовить самолет. Свои тонкости есть и у запуска. Не бросать и не толкать, а отправить в полет легким движением руки. Проектированием и конструированием летающих моделей сейчас занимаются немногие. Федора Конюшева больше привлекают радиомодели. А это он сделал специально для состязаний. Их очень сложно делать. Дают тоненькую-тоненькую речку, и ты ее на паельнике должен выгнуть. Из этого складывается крыло. Ты его обклеиваешь пленочкой, и вот готовое крыло получается. Внимание надо обратить. Ну, не на что. Главное, чтобы не перегнуть, когда делаешь. Конструкция должна обеспечить прочность и жесткость, чтобы модель не деформировалась в полете и при посадке. Только тогда можно получить высокий полетный результат. У нас в соревновании участвуют четыре класса моделей. Это модели «Малютка», модели «Вертолет», потом модель «Ф-1Д». Это уже более серьезные модели, которыми занимаются уже довольно взрослые дети. И модели «Электролетов». Это модели с электродвигателем. Копии самолетов. В классе моделей с электродвигателем соревнования проводятся в два этапа. Стендовая оценка качества. Соответствует ли чертежам настоящего самолета. И полетная. Насколько реалистично летает и выполняет фигуры пилотажа. Продолжение следует...